всем привет так закрою окно ничего не слышно я сегодня уже была на пробежке буду обедать сейчас почти 11 часов и обедаю я последнее время вкусными бутерами вот такими в общем здесь идет просто хлеб помидоры нарезаны так средней толстоты и сверху я ложу всегда сыр и разогреваю это все в микроволновке просто обожаю последнее время такие бутеры и их жиру постоянно вот могу целый день одни эти бутерброды есть я вчера так потренировалась очень сильно тренировка была на попу и ноги я ее в принципе сделала на легке ну блин на следующий день у меня так все болело вот что значит не тренироваться интенсивно именно не делать какие-то упражнения разные не делать интервальных тренировок когда ты делаешь все обыденно каждый день одно и то же тело привыкает мышцы привыкают соответственно после этого никакого эффекта ты что делаешь что-то что тренируешься вообще никакого эффекта и вот я опять вернулась к тренировкам именно к девушке по которой я занималась и все супер просто она делала немножко по-другому тренировку я сделала два круга четыре упражнения что-то там каждое упражнение по минуте это заняло вообще минимум времени как вы понимаете но зато было очень продуктивно у меня жопа извиняюсь за выражение болит просто неистово причем сегодня уже второй день я вчера думала побегать но не бегала потому что очень все болело кстати я теперь бегаю по утрам потому что днем когда я раньше бегала в прошлом блоге там в каком-то недавнем и это жесть просто была мало того что жарко тяжело бежать еще из-за жары еще у меня такая печаль была я когда бегала сегодня зацепилась за какой-то куст а этот куст оказался крапивой или крапивой 7 часов выбежала и сейчас 11 вот до сих пор у меня болит палец всем приятного аппетита картина еще та кстати да я же ездила на украину там конечно людей очень мало допустим в городе где вот я была в городе инакиво людей очень мало ты вспоминаешь просто как было раньше и сопоставляешь эти два момента и они совсем разные раньше по улицам куча людей бегала куда-то на работу как-то что-то сейчас вообще мизер людей в магазинах полупустые полки а если и привозят что-то то в меньшем количестве уже чем раньше цены кстати там такие же как и в россии допустим в сравнении с воронежем я вам скажу что цены у нас там такие же именно на донбассе не знаю как в других городах я не буду говорить за другие вот за город енакиева я могу сказать с точностью но если взять в расчет что это небольшой городок то в больших городах может быть цены даже и поболее допустим такие как донецк луганск есть конечно что-то где-то дешевле чем здесь в россии если взять в расчет там мороженое какое-то какие-то конфетки да цены могут быть немного ниже и вот честно когда я ехала словила себя на мысли что вот природа россии мне как-то нравится больше чем природа украины вот эти березы березовые рощи меня просто завораживают я не знаю почему вот это сочетание берез с какими-то я не знаю тополями особенно с соснами это вообще что-то неописуемое у нас такого нет у нас вот мы ехали допустим проехали украинскую границу и ну смысле как украинскую днр скую границу акации 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 просто кусты и кусты и кусты и деревьев очень мало в основном если есть деревья ту акции какие-то я не знаю счетом какие-то деревья общем это очень скудно все некрасиво и да в целом-то картина красиво а также поля деревья там какие-то и кустарники, но вот именно если всматриваться в природу, в саму ее красоту, да, в глубину, так сказать, посмотреть, то российская вот именно природа мне как-то вот больше по душе. Я не знаю, может быть, у кого-то еще есть такие ощущения, но... И, кстати, да, что я заметила, что в городе, допустим, вот в Янакиево в частности, да, стало намного чище, намного чище. Вот хочу всем, так как меня большая часть россиян смотрит, хочу сказать всем, давайте будем следовать этому, да, давайте будем чистоту внедрять и начинать опять же с себя, потому что, честно, я, наверное, скоро буду на улице просто... Знаете, есть такой канал и организация такая обычных людей, да, СтопХам называется. Так вот, я скоро буду, наверное, так же делать, только с теми людьми, которые ссорят на улице. Меня добивают, когда идут два метра до мусорника, берут пачку, с пачки сигарет снимают вот эту фольгу и прозрачный пакетик и выбрасывают на землю. Вы что, идиоты, простите меня, хотя почему я должна извиняться? Идиоты, реально идиоты. Окурок кидать где-то вот, швырять мы любим вот так вот. Вот, извините меня, вы изверги, вы звери, что ли? Я на границе съела там какой-то батончик и с бумажкой ехала, так как на ДНРовской границе нас не высаживали, у нас просто проверили паспорта и все, как бы, и мы не выходили из автобуса. Так я ехала практически до самого дома и уже дома выбросила эту бумажку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...